привет народ что поехали давайте с этой стороны посылочка сегодня под музыку видите будем работать читаем записулечку так доброго дня прошу вас прийти в ремонт наступные ножи лазерман вайф проблема в поганому відкриванні основного клинка кол стил разібрати почистити заточити и короче сиви то же самое в общем народ так что тут у нас а вот такой вот прикольный малыш цвет что-то они не могут угадать знаете прям хотелось бы ну более яркого цвета а цвет ну как бы такой немножко все-таки блеклый хотелось бы яркого вогнутые спуски вообще ножичек должен быть неплохой вогнутые спуски и такой прям малыш едисичник легкий красавчик на карман посылки скрывать то что надо так ух здесь здесь угол такой оптимистичный на нем я вам скажу очень оптимистичный угол даже не знаю сейчас будем смотреть что с ним там и здесь лазерман вайф проблема в открывании основного клинка есть такое действительно короче поехали давайте давайте разберемся с основным клинком прям прям жестко он открывается почему же почему же почему же дожди бежать положим давайте сейчас поглядим что тут у нас не так так крутится другой стороны давайте мы достанем напильник с этой стороны напильник и напильником придержим все равно крутится да да ну и что же что же что же что же что же будем делать мы мы тогда возьмем наверное вот так вот раз вот так вот два наверное давайте трещуточку возьмем и вот так вот разбежем здесь действительно все жестко залито фиксатором ну как бы это нормально это нормально на лучше здесь так залито то есть здесь новый мультитул его разбирать даже не надо полностью нужно просто разобрать его ну поняли да чуть-чуть отпустить капнуть сюда смазки открыть клиночек капнуть сюда смазки и все и можно сразу же напильник тоже прокапать все здесь как бы нет проблем он новый абсолютно то есть здесь все хорошо и разбирать его нет просто никакого смысла все капнули ту дым капнули сюда и теперь собираем все в обратном порядке так поджимаем и проверяем люфта нет открывается мягенько все замечательно так проблему с основным клинком мы решили это на место на место это пока что вот сюда так лазерманом точить не нужно он абсолютно новый народ чтобы понимали вот вот абсолютно заводик прям прям нульцевый ту его нужно было чуть-чуть просто подсмазать можно было даже не разбирать но на это ушло бы намного больше времени понимаете пока смазочка протекла просочилась а так мы разобрались смазка конкретно попала куда нам надо и все вопрос исчерпан так дальше проблему мы решили дальше смотрим как открывается что все замечательно все чудесно точить нам его не просили все таки ну вернемся к запишке проблема со сегодня ну с основным массивом есть решили давайте на всякий случай возьмем бумажечку ну чуть-чуть чуть-чуть жестковастого мы сейчас на мусотике легонечко легонечко раз и два чуть-чуть чуть-чуть так махрит сложно такое ну такое бахрому делает вот так давайте попытаюсь показать что я имею ввиду вот смотрите видите да это старый срез видите да какая махра на краю и вот новый срез смотрите нет никакой ворсы абсолютно еще раз возвращаемся к этому да вот вот так вот и разница поправили чуть-чуть клиночек и все мягенько мягенько выполняет свою работу в принципе все зачем вот этого почему клипсу не сделать ниже непонятно ну разве что чехол стандартный а тулы разной длины тогда так что сразу сразу этих два товарища поехали давайте разберем посмотрим что там ну конечно да тут режущая кромка режущая кромка очень очень прям оптимистично я вам скажу подводы чуть-чуть разные конечно еще то есть здесь подвод шире здесь чуть-чуть поуже видите да вот уже шире прям даже на глазок это видно что тут у нас что тут у нас что тут у нас вот у нас или нет да все верно вояджер 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 И даже фиксатор есть, а не хотел он там держать ничего. Чукс, чукс. Чукс, чукс. Втеропластовая у нас здесь. А здесь и втеропласт, народ. И бронзу. Да, вот так вот. И цветмет. И цветмет, и втеропласт. Кстати, вот так вот неплохое сочетание. То есть шайбы большие, но в тот же момент они очень тонкие. Я имею ввиду втеропласт. Очень тонкий. И поэтому, ну как бы, работать будет нормально. Вот единственное, что вот это. Зачем эта лыска? Нужна на всю длину. А так вообще, в принципе, более-менее нормально. Раз. Раз. Две. Три. Здесь шайбочка одна. Какая-то такая, немножко пожеванная. Давай, такая вот с этой стороны все. Видите, да? Все такая прям. Вроде бы ее кто-то немножко пожевал. Джованни. Шайбочка по имени Джованни. Фамилию придумайте сами уже. Ну, а шайбочку по имени Джованни нам нужно немножечко... Немножечко нужно нам ее выровнять. Потому что вот никуда не годится это. Это вот, вот такой вот у вас. Видите, да? Ландшафт. Никуда он не подходит. Равняем. И с другой стороны тоже. Еще воды. Здесь, в принципе, тоже. С этой стороны еще разочек. Ну, вот. Вот это уже более-менее. Раз. И два. Короче, народ записал вчера видео вот здесь вот. Можно его посмотреть. И прям аллергия меня прибила к полугвоздями. И в Инстаграме я его тоже и в ТикТок опубликовал. Кстати, в Инстаграме я не помню сколько. В ТикТок что-то там уже больше 20 тысяч капнуло. При том, что там в ТикТоке у меня что-то... Я не помню, человек 500, по-моему, или 200 в подписчиках. Короче, народ, реклама небольшая. Если что, ТикТок мой будет внизу под видео. Подписывайтесь. Иногда я туда короткие ролики такие заливаю. Которых нет на Ютубе. В общем... Написал подписчик Шурусик. От аллергии купи... Как-то он сказал? Баконаза что ли? Говорит аллергия с детства. Типа вот им спасались. Мне когда-то кто-то говорил про эту штуку. Я сразу же в мобилку. Баконаза. Поиск по аптекам. Есть. Баконаза. 290 гривен. Приехал в аптеку. Купил. Пшикнул нос. И где-то через минут 40-50 стало полегче. Потом где-то часа через два я обшипнул еще раз нос. И прям ну более-менее нормально попустило. Сегодня нормально спал. Потому что вчера спал это просто ужас. Ну понимаете. да вот вот все вот это вот так вот. То спасибо тебе. Лайк тебе под твой коммент. Хороший совет. И прям хорошая штучка. Я так понял его нужно принимать всегда. Да утром и вечером просто брызаешь по два раза. И все будет нормально. Ну вот вот так вот хотя бы будет. Потому что вчера ну как бы это было нечто. Так ну поехали. Через весь осевой вот эта штука. Зачем? Ну можно же сделать вот подлыску не с этой стороны. А с этой стороны. И тогда можно было бы понимаете да. Осевой искусственно не ослаблять. Тем более что оно претендует на хард юз такой себе. Так 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 так. Иди сюда иди сюда. Тут выбираем вот эту сторону. Правильной стороной. Давайте мы сразу их слепим. Сразу слепим их. Вот так сюда смазочки капнем. И сюда смазочки капнем. Раз. Два. Есть. Иди сюда. Теперь они должны прилипнуть. За счет молекулярного притяжения или натяжения. Наверное все таки притяжение да. Хотя это ну поверхностное натяжение. Молекулярное притяжение. Называйте как хотите. Так. 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 Поехали. Раз. Теперь эту штучку сюда. Два. Аккуратненько ее. Чук. Чук. Иди сюда. Оп. Есть контакт. Теперь вот эту штучку. Три. Четыре. Три. Вот и все. Теперь здесь точно так же. Раз. Два. Прилипло все. И теперь аккуратненько с этой стороны точно так же. Два. Три. Четыре. Пять. Все. Все замечательно. Теперь. У нас смазочка между шайбами есть. А вот между клинком и второпластными шайбами нету. Прокапываем их хорошо. Раз. Два. Ну вот прям вот видно что она там затекла видите. Между клинком и шайбочками. Раз. Сюда капельку. Сюда капельку. Сюда тоже обязательно капаем капельку. Вот так вот. И даем ему или ей или ему ему это в принципе для любого. Разойтись там. Так. Все. Блюлюб можем. А ей это смазки. Можем закрывать блюлюбчик наш. Так. Теперь. Теперь. На самом деле нож так сделано знаете претендует на. Такой спартанский такой тесачок. Для грубых работ. Но вот осего и не зря. Совсем-совсем ослабили. Осего и такой винт прям жесткий. Так. Никакого люфта уже нет. И вот так вот. Вот это вот оно. Вот видите. Раз. Просто под своим весом. А если кивочек дать ему то он прям на пальцы складывается. все, 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 клиночек народ. По центру. так это на место это на место и это тоже на место так а нам нужно вот этот товарищ иди сюда здесь тоже все плотненько на фиксаторе хорошо сидит все плотненько и на фиксаторе а здесь даже так ну ладно пускай будет так здесь хитрая система нарушу вы понимали давайте покажу здесь видите да выборка фрезерованная и здесь под нее ответка поэтому хитро крутится так 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 что тут у вас тут у нас подшипники ну давайте разбирать потому что тут прям ушки есть пылючка трошки есть пылючка и нам нужны почистить и убрать если на том даже это можно было сделать не разбираю нож на просто туда тряпочкой залезть то здесь видеть вот сюда просто так тряпочка не доберешься только так нужно ну чуть-чуть бы цвет еще угадали такой поярче было вообще в принципе кому то наверное так сойдет но мне не хватает мне не хватает я люблю яркие цвета вот например вот это огонь берешь руки и прям аж горит нож в руках была такая когда-то у меня парамелька и такая же была крыса накладки я заказывал крыса была обычная накладки я заказывал g10 материал и делал сам вот прям цвет тоже огонь был так так нож в принципе новый подшипники у нас ну-ка керамика на думаю керамика не керамика проверим керамические подшипники все все должно летать сейчас и все будет летать но но нужно это собрать на смазочку чтобы это все летало капунка им смазочки теперь клиночек на место сюда капунка им смазочки чтобы она протекла туда внутрь и есть сверху ну можем капнуть с этой стороны тоже капельку так достаточно и лишнее мы сразу же протрем потому что потом не доберешься чтоб потереть вот такой вот ножичек облегчен до безобразия то есть все что можно было снести они снесли лишний вес убрали в принципе молодцы лишний вес убрали и в принципе это правильно но видите производителю проще сделать как бы стальные лайнеры и максимально их облегчить нож ну хлипкий будет откровенно такой знаете не для хард юза какого-то но тем не менее как бы бочкой бога возьмите то же самое абсолютно и в принципе можно делать любую работу данным ножом выполнять абсолютно если с умом это делать хотя ну как бы покупая такой нож вы должны понимать что внутри весь пустой поэтому на скручивание какие-то там я не знаю там поле это вскрывать ими не знаю там разбирать понимаете да это ж не лом теперь мы делаем вот так вот клиночек закрыт у нас мы подводим с этой стороны вот так вот раз выставляем и нажимаем все зафиксировалась и теперь с этой стороны подтягиваем все клинь по центру стал четенько и все это то есть без питания просто ну очень узко здесь неудобно подцепить лайнер поэтому вот так все все работает хорошо теперь давайте уточним у хозяина ножа как мы будем точить voyager ну и соответственно этот тоже второй потому что не указан я за наждачок но очень часто люди хотят вот такого типа формата режущую кромку я не не приверженец таких заточек почему потому что это за . скажем так она очень для деликатных каких-то работ и рез будет не такой знаете агрессивный как он будет у ножа который я заточу вручную на наждаке то есть вот эти все камешки они сбивают микропилу микросеррейтер и резать ножичек то будет но не так долго то есть он притупится в разы в разы быстрее в принципе заточен и я даже не знаю стоит ли его перетачивать давайте мы сейчас посмотрим видите на с этой стороны намного шире подвод и он прям ну видно прям вот так вот да вот ставлю нож и прям видно что с одной стороны он завален прям 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 завален завален видно вот прям вам вот эти наши речены с этой стороны намного уже с этой стороны вот так давайте мы берем хозяина ножа и уточним что он предпочтет в данной ситуации так есть телефон есть вот так бывает вот так бывает ну вы поняли давайте посмотрим что тут но заточен нормально есть пару таких два или три раз два три три . таких чувствуется где-то тык-тык-тык небольшие замины ну как бы я я я же говорю что я не вижу смысла просто но металл сейчас убить сточить и тем самым мы просто сократим жизнь ножу если человек устраивает такая заточка что она чуть-чуть неравномерно то ну я бы не перетачивал я бы просто пользовался ножом до тех пор пока вот ну не усядется это режущая кромка в хлам уже все то есть будут какие-то замины будут какие-то выкрашивания вот тогда уже да можно его перетащить либо на камнях либо на наждаке так здесь аус 10 а у нас сталь понимаете да что ну данная стали ни разу не порошок и вот такие углы заточки для нее чрезмерно оптимистичны скажем так еще разочек и теперь надо чуть-чуть подправим и буду все все теперь слышали на звук до этого и теперь слушайте сейчас то есть ни малейшего затыка нет нигде от начала до конца ну и я не вижу смысла вот 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 это все сейчас перетачивать то есть в принципе ну если не считать что чуть-чуть через одной стороны подвоз другой чуть-чуть уже то ну в остальном как бы это никак на режущие свойства ножа не влияет то есть кроме как визуальное восприятие день добрый скажите пожалуйста я туда ваших ножичков добрался и у вас здесь написано перебрал уже ножи сделал мультитуле открывается все но вопрос по ножам вот у вас лоиджер он заточен ну на каком-то типа ланске что ли да винном трошки зробил кривые подводы с одной стороны он широкий с другой стороны узкий то есть нож ну вот давайте сейчас попытаюсь показать вот так вот сейчас то есть вот вот у нас есть режущая кромка есть основных ну как бы основное мясо и он у вас просто свалено так в одну сторону то есть вот вот здесь можно но вопрос в том что как бы смотрите если вы ну вы хотите как его перетащить не в моем понимании вашим хорошо это немножко разница смотрите я даст смотрите я достаю свой нож который я точил я уже не знаю не помню когда которым я пользуюсь каждый день он режешь без проблем абсолютно бумажку и он заточен у меня ну просто на наждаке точу его раз в год на наждаке я имею целый год смачный вкусный такой рез бодрый если бы его заточил вот так вот то я бы его правил там раз в неделю постоянный выглаживал на досточке то есть это тем более за . на такой стали ну сталь как бы она не хватает звезд с неба то есть она не не будет держать долго режущую кромку вот на таком угле подвода то есть я бы перетащил его просто на наждаке и он будет резать хорошо долго да потому что вот эта красота и здесь угол он сделал очень оптимистичный то есть подвод широкий он некрасиво смотрится это а во вторых он ну как бы я сейчас могу взять гвоздь допустим если вы не против помните помните я как-то показывал как гвозди строгает мой нож то сейчас если я найду этот гвоздь у меня тут был илюша в гостях и мог его куда-то задевать сейчас сейчас я вам покажу просто разницу шо-шо-шо что может одна и другая сталь давайте мы сейчас закрасим вам программа бонус плюс вы попадаете в прямом эфире на шоу потом посмотрите смотрите я беру ваш нож и срезаем кусочек давайте покажем гвоздик для начала и он вот он да эти до кусочек срезали и теперь смотрите на последствия вот они последствия то есть это ну все убийство нож убит необратимо все он не режет теперь я беру свой нож это же самое дело вот теперь вот видите да вот здесь есть след от маркера черного ну потом увидите а нож а нож от этого не пострадал абсолютно то есть он режет ну не так конечно активно и бодро как как резал до гвоздя ну чуть-чуть какие то есть давайте сейчас увеличу то есть от маркера вон там куча всего но режущая кромка вот имеет небольшой замин совсем мы его сейчас на мусатике выровняем и нож будет опять резать но в вашем случае на мусатике уже будет поравнять сложнее потому что режущая кромка поняли за очень выведена тонко и это все будет уже не так просто сделать то есть нужно перетачивать наш после такого сейчас секунду хорошо что на наждаке оба ножа перетащу и все будет все да пожалуйста да короче народ теперь этот нож дальше продолжаем уже без хозяина без нашего гостя без хозяина ножа вот продолжаем тоже в принципе выровнять мы можем но но эффекта уже не будет видите мы имеем уже испорченную режущую кромку сталь совсем совсем ну как бы понимаете вот 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 видите наша получается на таких углах то есть а если бы он был в угол поскромнее заточен он бы ну отчасти выдержал бы это все вообще нет никак а мой ножичек видите я беру без проблем абсолютно но он конечно же еще если поправить его после этого всего то можно даже не перетачивать абсолютно просто после мусата он немножко грубовасто режет конечно же а вот теперь уже будет вот теперь уже будет смотрите без проблем абсолютно все понятное дело что после вот такой вот заточки да и на хорошей стали нож будет вообще делать вещи но долговечно ли такая за . нет ответ однозначно на таких сталях тем не менее это все превращается мы видели вы да вот вот так вот хлам в общем народ перетащиваем ножичек ножички и в принципе на сегодня все да да поехали подписывайтесь на тик ток че сидите там прикольные ролики иногда буду пост поехали короче народ подвод сделали одинаковым симметричным и теперь с этим то же самое здесь нужно сделать подводик здесь очень тоненький вот так нужно оставить его таким же тоненьким но еще и острым в общем и 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 было снять какое-то количество металла для того чтобы вы поняли да физически просто мы могли добраться до спусков до тех кто здесь вот так вот все тоненько красиво интересно что за сталька здесь ну честно прям бритву сделали то есть не каждая сталь выдержит какие-то более-менее знаете нагрузки с такими подводами то есть очень хорошо спущен ножичек прям хорошо хорошо и логнутые спуски делают прям такой себе рязычок ну прям опасно бритва в руках красавцы форма клина мне немножко не нравится и вот вот что вот здесь пустота то есть чуть-чуть как бы то это дело обыграть и было бы прям огонь огонечек ну а так вообще молодцы я так думаю я не знаю точно но думаю что данный нож не космических денег стоит и собственно такой себе будет популярный десятишничек довольно таки если сталька более-менее будет держать за . кромку то тогда все будет тип-топ раз и два все тот же листик бумаги без проблем абсолютно все четенько вообще ниточка красавцы сделали хорошо то есть логнутые спуски решают то же самое должно быть и здесь но видите не получилось китайцы есть китайцы брыто здесь можно долго сидеть это строгать шинковать и все остальное нож острый и вот так вот кромочка подвод и с другой стороны видите они теперь симметрично и вот так когда мы ставим то с двух сторон сходятся одинаково они так вот да вот с одной стороны вот так а с другой что то есть вот вот этот момент мы теперь устроить в принципе на сегодня все давайте пока пока увидишь